КОНЕЦ Выходит, деньги у чиновника оказались сами собой. Самое интересное, Назарбаев в такую магию верит и своим людям спускает все на тормозах. И это при том, что недавно Нурсултан Абишевич заявлял, чем чревата такая тотальная коррупционность. Даже отдельные коррупционные правонарушения способны бросить тень на всю армию, воинские коллективы. Но, как выясняется позже, сам президент тень отбрасывать не боится. Вместо наказания жадных чиновников он в открытую им вручает свою поддержку. Министру персонально нет замечаний и его заместителям, действующим сегодня. Я доверяю руководству вооруженных сил, в том числе и министру. Поэтому надо принять соответствующие меры, чтобы таких проявлений больше не было. По статистике, с самыми слабыми звеньями в плане коррупции в Казахстане считают Министерство обороны и сельского хозяйства. Относительно последних, совсем недавно слушались дела директора Департамента животноводства Максута Бахтибаева и вице-министра Муслима Умиряева. Он обвиняется в получении взятки в сумме 100 тысяч долларов США от предпринимателя за оказание содействия в победе и в конкурсах государственных закупок. Но министр сельского хозяйства Аслжан Мавытбеков, несмотря на все улики своего подчиненного, виновным не считает. Во-первых, Умиряев никогда не занимался вопросами ветеринарии, никогда не курировал комитет по ветеринарным надзорам, который проводил эти конкурсы по госзакупкам. То есть это не входило в его служебную помощь. Во-вторых, я знаю, что Умиряев, муслим товарищ, очень порядочный, честный и принципиальный человек. Поэтому я думаю, что это какое-то недоразумение или ошибка. Министр обещает, докажет вину Умиряева, он сам уйдет в отставку. Если судом будет соответствующее решение или приговор о том, что он завершил коррупционное преступление, я готов подать. Надо отметить, что правосудие республики вообще стало избирательным. Оппозиционерам за один факт своего существования шьют реальные сроки, а с приближенных к Назарбаеву чиновников, которые попадаются на серьезных нарушениях закона, взятки гладки в прямом и переносном смысле.